Пусть Наташи школой он погружит, Благодарный передаст привет. В Лесногородской школе стартовал необычный проект, посвященный работающим здесь педагогам. В нем приняли участие не только воспитанники школы, но и их родители. Целью мероприятия стало поднятие рейтинга учителя и профориентационная работа, чтобы дети имели представление, насколько важна эта профессия. В ходе этой презентации мы будем говорить о многих наших педагогах, заслуженных, о ветеранах, те, которые стояли у истоков педагогического образования, те, которые у нас ветераны педагогического труда, ну и, конечно, молодые педагоги, которые по нынешнее время работают в нашей школе. Как говорил Сухомлинский, учитель творит человека. Ежедневный скрупулезный труд на благо общества невозможно переоценить. Педагоги закладывают в своих воспитанников не только знания, но и помогают им найти свое предназначение в жизни. Учитель, он играет огромную роль, это и наставник, это как полноценный родитель, который воспитывает в нас очень многое. Он делится с нами своей любовью, дарит нам свою теплоту, и мы за это им очень признательны. И вот во многом, я думаю, учитель влияет все-таки на то, какой дальше путь, возможно, ребенок выбирает, как складывается его вообще восприятие к этому миру и отношения. Я смогла передать эстафетную палочку. Почти в каждом выпуске есть будущий учитель. Есть учителя, которые работают в Москве. У нас есть взросченный учитель Надежда Владимировна, которая работает в нашей школе. Это моя ученица, и я этим тоже горжусь. Главные героини первого этапа проекта – учителя начальной школы и старшего звена. Анжела Священная и Елизавета Михайлова. На их примере четко прослеживается преемственность в профессии. Для одних и тех же детей одна из них навсегда останется первым педагогом, вторая – той, которая выпускает во взрослую жизнь. О своей профессии обе они отзываются с любовью, хотя порой бывает непросто. Легко. Просто каждому, наверное, надо найти какие-то слова. С каждым надо как-то попытаться договориться. Потому что все мы люди, у каждого свои есть какие-то отличительные черты, характерные. И все-таки диалог – это очень нужная вещь, особенно в работе учителя. Вы для нас всегда настоящий педагог, профессионал, который огромную часть своей души вложили в наши детей. Я хочу вам сказать от всех родителей наших большое материнское спасибо. Во все времена учителя щедро делятся знаниями. При этом не требуют славы и признания, часто оказываясь за кадром успеха воспитанников. Свой труд они вкладывают на благо всей страны. Я очень хочу, чтобы мои дети, мои внуки и правнуки жили все-таки, наверное, в сильном государстве. И вот как раз-таки учитель – это тот самый человек, который может дать государству этих сильных, умных, энергичных людей. Учителя, учителя, мы скажем, нет, а я. Учителя, учителя, на ваших душах держат на земля. Елена Краева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Анастасия, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».